Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале САМПО ТВ 360. Вот о чем мы вам сегодня расскажем. В день можно до 500 банок упаковать. Все зависит от заказов. От 100 банок, 200, 300, 400, 500. Сделано в Карелии. В Алансе открылся первый магазин карельских товаропроизводителей. Она приносила счастье, удачу человеку. И добро. Скорее бы весна. Как сделать куклу-веснянку, расскажут в Национальной библиотеке. Самое главное быть настроенным, осознавать, что ты это сможешь, и это не страшно. Завтра в прорубь, как карельская команда готовится к Кубку мира по зимнему плаванию. Продолжаются рабочие встречи карельской делегации в ходе визита в китайскую провинцию Фудзянь. Речь, в частности, идет о поставках китай-карельской рыбопродукции. Китайские магазины уже закупили более 20 тонн нашей рыбы и подтвердили заинтересованность в новых поставках. А китайская торговая сеть Юн Куэй планирует провести фестиваль карельских продуктов. Обсуждались и вопросы реализации проекта по ветрогенерации на территории Карелии. Уже определен партнер с российской стороны. Им станет лидер на рынке ветряной энергетики в России. Дочернее предприятие «Росатома» АО «Нововинт». На базе кафедры ЮНЕСКО при Петрозаводском университете появится Центр по сохранению памятников деревянного зодчества. Об этом шла речь на заседании Совета по сохранению историко-культурного наследия в Республике Карелия. Его провел Артур Парфенчиков. Сейчас в России практически отсутствуют учебные заведения, которые готовили бы специалистов-реставраторов именно деревянного зодчества. В прошлом году прием на обучение возобновили в Петрозаводске, а создание Центра позволит объединить усилия ведущих реставраторов и привлечь к работе Плотницкий Центр Музея Кижи. Учебно-производственный комплекс может появиться на территории университетского городка, где уже подобрали необходимый участок. Глава Карелии идею одобрил. Мне представляется, что это та тема, которая вполне очевидна. Она очевидна. Надо просто найти, так сказать, понятную конструкцию решения, источник финансирования. Я думаю, что это все можно сделать в пределах тех средств, которые выделяются. Новый Центр сможет оказать существенную помощь и сельскому туризму в создании деревянных построек в традиционном карельском стиле. Работая с предпринимателями на коммерческой основе, он мог бы привлечь и дополнительные средства на свое развитие. Традиционных предметов мебели, огромные коллекции собранные, это можно делать. И традиционных построек для развития сельского туризма. Вот такой вариант тоже в помощь, чтобы в деревнях не появлялись какие-то такие дачные уродцы. А был бы такой альбом, который бы богатый, бедный любой для себя как бы выбрал. Марат Дажедаев, Александр Борисов, САМПО ТВ, 360. В Оланце открылся новый магазин местной продукции. Лавку организовал предприниматель Игорь Симак. Несколько лет он занимается производством мясных консервов. В его магазине можно купить тушенку из свинины и говядины, каши с мясом, а также продукцию других карельских производителей и местных фермеров. Глава Карелии посетил производство Игоря Симака и даже стал первым покупателем в его новом магазине. Оланецкий предприниматель Игорь Симак производит 16 видов продукции. Хотя в 2016 году, когда предприниматель только начинал свое дело, их было всего 8. Работа по выпуску консервов начинается в обвалочном цехе. Охлажденное мясо вручную отделяют от костей, удаляют жилы, пленки и нарезают на кусочки нужной величины. А вот эта продукция откуда? Сырье? Сырье, свинина у нас сейчас из Новгорода. Близо мы пока не нашли ничего. А говядина у нас все местные, то есть постоянно это мегрега. А уже когда в мегреге уже начинается перебой, то уже с тукцией работаем. Нарезкой мяса сейчас занимается работник с ограниченными возможностями здоровья Алексей Щеголев. Пока он на стажировке. Алексей лишился ноги, но при этом может и хочет полноценно работать на производстве. Хотел бы остаться, потому что работа в Волонце и так нет, тем более для инвалидов. Мне нравится тут все, коллектив, работа. Я могу, справляюсь. А условия созданы? Да, нормально. Я сидя, работаю. Нарезанное Алексеем мясо укладывает в банки Светлана Тимоненкова. Делает это вручную. Так в тушенку не попадут случайно пропущенные косточки или хрящи. В день можно до 500 банок упаковать. Все зависит от заказов. От 100 банок, и 200, и 300, и 400, и 500. Тушенка из свинины и говядины, каши с мясом, смалец. В месяц выпускают до 7 тысяч банок различной продукции. В планах предпринимателя увеличить производство, выпускать овощные консервы и пельмени. Сейчас мы пытаемся еще добавить несколько видов с дикоросами. То есть это кабан, это ось, вот такие виды. Сейчас мы ищем именно сырьевую базу, то есть у нас на постоянной основе она была. Новый магазин Игоря Симака пока единственная торговая точка в Оланце, где продают товары только местных производителей. В том числе хлебозавода Сампа, компании Славма, Мама Карелия. Первым покупателем в честь открытия магазина стал глава Карелии. Давайте еще парочку. Артур Парфенчиков приобрел несколько банок тушеной говядины и пожелал Оланецкому предпринимателю успехов. Наталья Кузьмина, Владислав Будников, Сампо ТВ 360, Оланецкий район. На очередное заседание рабочей группы по снижению неформальной занятости и легализации теневых трудовых отношений были приглашены 9 работодателей, которые, судя по жалобам, нарушали трудовое законодательство в отношении своих работников, в том числе по уровню заработной платы и начислению северных. В итоге к трем из них придут проверки госинспекции труда, а с остальных потребует представить документы о легальности трудовых договоров. Рабочая группа отметила положительный опыт выявления неформальной занятости в Сартовайском районе. Там в прошлом году были выявлены нарушения в отношении 24 работников. В итоге с 11 из них заключили положенные по закону договоры. В этом году в районе проверили уже 5 организаций и помощь в оформлении трудовых договоров получили 5 человек. Урны в виде пушек сделают литейщики. Петрозаводск станет умным городом, а железную дорогу от талых вод будут охранять целых 4 поезда. Об этом и многом другом коротко. Депутаты Петросовета признали удовлетворительной работу главы Петрозаводска Ирины Мирошник в 2018 году. В отчете отмечено, что Карельская столица продолжает успешное социально-экономическое развитие. Для предупреждения ликвидации повреждений путей в Половодье, железнодорожники Карелии сформируют 4 спецпоезда в Петрозаводске, Сегеже, Беломорске и Суаярве. Определены 123 точки, где риск размывов наиболее велик. Урны в форме пушек установят в Петрозаводске. Подарок карельской столице сделал литейный завод «Петрозаводск-Маш». Они появятся в мае у исторических зданий на площади Ленина. Петрозаводск присоединится к списку умных городов. Минстрой России включит столицу Карелии в число пилотных для перевода управления основными городскими процессами в компьютерную сферу. Фильм «Человек, который удивил всех», в котором снялся петрозаводский школьник Вася Попов, назван лучшей отечественной кинолентой 2018 года. Награждение пройдет 2 апреля в Москве. В четверг в галерее Ленинград-центра Санкт-Петербурга откроется выставка художника Романа Ляпина «Роман с небом». Экспозиция посвящена трем пространствам – небу Петербурга, Ладоге и Карелии. В Петрозаводске отметили День войск Национальной гвардии России. В ходе торжественного собрания во Дворце культуры «Машиностроитель» гвардейцев поздравили начальник территориального управления Росгвардии Николай Путилин и премьер-министр карельского правительства Александр Чепик и вручили государственные награды за достойную службу и высокий профессионализм. Награды достались не только гвардейцам. Благодарность командующего северо-западным округом войск Национальной гвардии за объективное информирование жителей Карелии вручили главному редактору телеканала «Сампо ТВ-360» Валентине Макарихиной. В дни весенних каникул Национальная библиотека присоединилась ко Всероссийской неделе детско-юношеской книги. В этом году мероприятие посвящено 170-летию выхода в свет второго дополненного издания «Калливовы». В честь этой даты в библиотеке проходят встречи с карельскими писателями и мастер-классы. «Как добраться до Антарктиды» – «Счастливый случай» – история про девочку, которая умела бегать быстрее машины. Получить эти книги из рук автора появилась возможность у участников недели детско-юношеской книги. Произведения написаны для школьников и младших школьников, но интересны и более старшим ребятам. Пятиклассник Леня Мышьяков сыграл с писательницей Еленой Петелянин в словесную игру и порассуждал об использовании в книгах вымышленных событий. В подарок юный читатель получил закладку с автографом. «Чтобы было интересно читателям, потому что то, что есть в жизни, как бы ты это знаешь, а вот то, что нет в жизни, ты этого не знаешь и хочешь узнать по этому побольше». На мастер-классе школьники с увлечением изготавливали необычные поделки для своих родных. Маленькую куколку из лоскутков и веревочек в старину было принято делать весной. Кукла-веснянка считалась не только игрушкой, но и оберегом. Молодые незамужние девушки мастерили эту куклу в подарок для близких. Считалось, что она дарит красоту и радость. «Она приносила счастье, удачу человеку и добро. Я ее подарю моей младшей сестре». «Она с ней играла и мне все было хорошо». Кроме веснянки, раньше своими руками делали и других кукол, рассказывает школьникам учитель технологии финно-угорской школы Татьяна Кузнецова. Например, пеленашка защищала младенцев, а с парочкой – женихом и невестой или куклой-выхвалкой. Можно было играть. В этом году неделя детско-юношеской книги посвящена эпосу Калевова. Когда ребята изучают эпос, они знакомятся с жизнью калевальцев. Что делали древние люди? С трудом девочки вспоминали, что женщина могла заниматься качеством. Что могла прясть. Что, допустим, мужчины владели плотницким ремеслом. Для них это проблема. Мы сейчас через такие игровые моменты показываем немножко, что делали наши люди. Всю неделю в Национальной библиотеке будут идти встречи с карельскими писателями и мастер-классы. Во время каникул школьники услышат рассказы о волшебной мельнице Сампа, узнают об особенностях карельской вышивки, о традиционном укладе жизни карел, преданиях и верованиях. Евгения Лёгкая, Сергей Беляев, Сампа ТВ 360. Уже завтра начнутся первые заплывы пятого этапа Кубка мира и первого открытого чемпионата Карелии по зимнему плаванию. Соревнования пройдут с 28 по 30 марта в Петрозаводске на Онежском озере. Готовятся к ним команды из разных стран мира и, конечно, все карельские маржи выйдут на старт. Тренировки карельских пловцов из клуба «Виктория» проходят дважды в неделю в уличном бассейне тренера команды Игоря Лукина. Вода в нем остывает постепенно, так же, как в озере, но рубить прорубь перед каждым занятием не приходится. Зимники, а именно так называют тех, кто соревнуется в холодной воде, отрабатывают каждый свой стиль и учат быстро передавать эстафету. Тренировка в холодной воде длится для каждого спортсмена не больше полутора минут. Научно не доказано, если долго в воде находиться, полезно это или не полезно. Но это слишком большая нагрузка на организм. В программах соревнований, в основном, это, конечно, спринтерские дистанции 25, 50, 100. Ну и некоторые из нас команды пловут еще 200 метров. Ежедневное утро Игоря Лукина начинается с заплыва в холодной воде и занятий в обычном бассейне. Он мастер спорта СССР, выступал в сборной Советского Союза и около 15 лет был тренером. После перестройки 28 лет занимался бизнесом, но затем вернулся уже в холодный спорт и начал собирать свою команду. Игорь Лукин не просто тренер, он 14-кратный чемпион по зимнему плаванию, абсолютный обладатель Кубка Мира и 8 рекордов мира. Сейчас за плечами у нашей команды 753 медали в команде. Ну, одна из сильнейших команд, по-моему, считать, что у нас в, наверное, мире. По мнению тренера, заниматься зимним плаванием можно всем, но остаются в этом спорте только сильнейшие. Секрета, как не замерзнуть, нет. Все мерзнут. Но когда выходишь из воды, ощущаешь приятный эффект. Анна Лопаткина занимается уже четвертый сезон. За плечами депутата ЗАГС Собрания Карелии уже два чемпиона Томира, которые принесли ей медали. Несколько лет назад она от коллеги услышала, что он вместе со своей внучкой занимается плаванием в холодной воде и решила испытать себя. Самое главное быть настроенным, осознавать, что ты это сможешь, и это не страшно. Вот этот барьер, он существует. Он существует каждый раз. Вот мы приходим на бассейн, каждый раз она себя преодолеет. Не бывает так, что ты в воду заходишь, и уже вот этого нету страха или нету какого-то преодоления. Оно всегда есть. Сейчас карельская команда вместе с участниками со всего мира готовится к стартам в Петрозаводске. На Онежском озере пройдет пятый заключительный этап Кубка мира по зимнему плаванию и первый открытый чемпионат Карелии. Все карельские моржи выйдут на старт. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас завтра в это же время. Субтитры создавал DimaTorzok